Название 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 Спортивная генетика Это официальное название Оно существует не так давно Это направление Можно сформулировать его так Как направление генетики Которое занимается Оценкой Влияния Особенность наследуемости Неких физических факторов В аспектах физической деятельности Основные научные идеи Этого направления Это исследование Любая генетика Она занимается оценкой наследуемости Если мы говорим про медицинскую генетику Это оценка наследуемости факторов Которые приводят к развитию Тех или иных заболеваний Есть Например Антропогенетика Которая занимается наследованием Факторов нормальных признаков человека Вот идея спортивной генетики Это исследование тех факторов Которые влияют на физические Физиологические особенности активности И наоборот Оценки того Как у нас индивидуальные различия В ответ на физическую нагрузку В чем заключается их индивидуальность Впервые вот такой термин Спортивная генетика Был предложен основателем Собственно этого направления Клодом Бушаром Еще в 1983 году Соответственно Была публикована Такая вот пионерская работа Которую можно сейчас свободно скачать Почитать И сейчас это направление признано И к смежными специальностями К спортивной генетике Относит и конечно медицинскую генетику И антропогенетику Ну вообще надо говорить Если мы говорим о спорте О спорт Особенно спорт профессиональных Спортсменов Это люди, которые работают В экстремальных условиях Поэтому тут К счастью, к сожалению К медицинской генетике Направление очень близкое Потому что вот Работать в таких нагрузках Которые могут работать Профессиональные спортсмены Для этого часто требуются Уникальные некоторые качества организма И к сожалению Эти качества достаточно часто Ассоциированы И с какими-то патологическими Особенностями Патологическими характеристиками Вот Ну Раз генетика Она занимается наследственностью А что мы можем Даже не изучая Генетику на молекулярном уровне Сказать А есть ли какие-то У нас известные Исторические факты О том Что вот Кто-то Обладал уникальными Способностями к спорту Безусловно Да Ну вот Я просто Первую такую легкую подборку взял Иван Поддубный Да Всем Даже недавно был снят фильм Прекрасный Русский богатырь Герой Как он говорил Я самый слабый в семье Вот Я Снимаю шляпок Перед своим отцом Потому что по силе Я его не могу Превозможность Конечно Это семейная Аспекты Александр Зас Или русский Самсон Который вынес Первая мировая Мировая война Вынес с поля боя Своего собственного коня Да При этом Надо сказать Что антропометрический Этот человек Был достаточно скромных Параметров Он Не больше В самые лучшие годы Не превышал Вес Восемидесяти пяти килограмм Достаточно скромный Объем грудной клетки Ну видно даже И по фотографии В принципе Не скажешь Что это какой-то Супертяжелоатлет Да Тем не менее Вот такие феноменальные особенности Если взять семейные аспекты Посмотрим Пожалуйста Наши семейные истории Случаи Павел Владимир Валерий Буре Отец Известный пловец И братья Хоккеисты Прославленные Вот они еще В молодом возрасте Фотография старая Просто не нашел Более современную Американские коллеги Холгари Это отец и сын Один трехкратный Олимпийский чемпион По плаванию Сын пятикратный Олимпийский чемпион По плаванию Поэтому безусловно Что-то в генетике есть Когда мы Отплицируемся Просто на семье Конечно Это не всегда Корректно говорить Потому что Определенную роль Играет и средовые факторы Если отец занимается Мама занимается Сын тоже сейчас занимается Спортом Поэтому тут конечно Влияние есть Если мы идем просто От рассматривания лица фигуры А будем мерить Какие-то параметры То мы видим Что и по Вот формальным признакам Если мы будем Морфофункциональные признаки Оценивать Например там Ширина плеч Таза Масса тела Мы видим Что коэффициент Наследуемости Бывают часто Очень высокие Значительные Иногда средние Двигательные качества Вот Ну Таблица Она собственно Не требует Особых комментариев Какие-то качества Наследуются хорошо Какие-то Как например Координация Это достаточно средние Наследования И эти качества Можно развивать В большей степени Индивидуально Они в меньшей степени Зависят от того Какая там генетика Повезло Досталось Не досталось Но безусловно Генетика есть И если Опять же Уйти от рассматривания Каких-то там Особенностей Человека Просто так Например Построить Вот мы Все тут Такие Ученые Образованные Любим диаграммы Построим диаграмму Уровня физической активности И Прироста Работоспособности Вот если У нас Все были бы Одинаковыми То бы Мы давали бы Какую-то Например Нагрузку То очевидно График идеальный Устроился бы вот так Чем больше мы работаем Тем лучше У нас идет Отклик на эту нагрузку Тем не менее Если мы переходим На реальные условия Эксперимента То мы видим Совершенно другие цифры То есть у нас И ответ на физическую нагрузку Он тоже индивидуальный А раз индивидуальный То значит Он наверняка Завязан на генетику Пожалуйста Это например 481 человек Проходили 20 недель тренировок И у нас Смотрите У нас график Совершенно другой То есть какая-то Небольшая доля Не то что Не дала прироста Наоборот Они ушли в минус И очень небольшая доля Дала хороший прирост Или например Другой похожий график Это всем давали Одинаковую нагрузку В течение 12 недель Силовая тренировка Недоминанты руки Накачивали бицепс Мы видим Что прирост Площадь поперечного Сечения бицепса Тоже был очень разный И только Очень-очень небольшое Количество людей Процент испытуемых Добилось Вот максимального прироста Вы видите Это совершенно Правое крыло Это диаграмма В среднем Конечно У всех прирост Слово у кого-то Было почти по нулям Как так может быть? Значит Это какая-то Индивидуальная особенность Безусловно Генетика здесь присутствует И вопрос А в чем заключаются Собственно Эти генетические факторы Ну еще чуть-чуть Такой статистики Без молекулярной генетики Каковы Шансы Стать чемпионом Вот если просто так Опять же оценивать Ну вот ответ Я уже написал сразу Не очень большие И Дело тоже Не в старательности Конкретного спортсмена Безусловно Тренировки Зависит очень многое Ну вот Независимый анализ Работа достаточно старая 1997 года Но она была Очень интересна По оценке Спортивных способностей В мировой популяции В целом И вот Очень высокие Характеристики Спортивные К сожалению Могут достичь Всего лишь 5-7% От популяции Ну мы говорим В данном случае О каких-то феноменальных Рекордных характеристиках То есть Именно чтобы стать чемпионом Вот уже Данные наши И наших коллег По Российской Федерации Которые основаны На анализе Биопсии скелетных Мышцев Видите тоже Структура предрасположенности Немножко другая Особенность у нас Вот Но тем не менее Далеко не каждый Может стать чемпионом Если он конечно это хочет Да и наверное Это не самая главная задача В спорте Если оценивать Это не как спорт Элитный Высоких достижений Значит И наверное В целом Доля генетики И негенетики Она здесь соответствует Где-то вот так Одна треть на две трети Около 30% Это средовые факторы Это тренировочный процесс Окружение и социальные Условия для занятия спортом Это собственно Мотивированность А остальное Это в том или ином Ключе генетики Причем генетика Не обязательно связана С мышечными волокнами Да Пожалуйста Это психология Это мотивация Это способность Выполнять Большие объемы нагрузок Это нет ограничений По здоровью То есть тут просто Не достаточно просто Иметь хорошие мышцы Для того чтобы стать чемпионом Это должна быть совокупность Самых различных факторов Да Вот И теперь собственно После вот такого введения Потихоньку перейдем Именно уже к генетической части Значит Ну хорошо Если генетика все-таки играет какую-то роль И судя по всему Достаточно большую То есть не менее там 60-70% То в чем же может заключаться Вот это влияние генетики На развитие тех или иных Физиологических способностей Это что? Это редкие мутации Ну вот я тут опять картинки из гугла балую Да То есть мы под словом мутации Понимаем каких-то монстров Халков таких Значит Или это частые варианты Которые в совокупности Дают Тот или иной набор признаков Которые дают Конечный фенотип И то и другое на самом деле Есть и редкие мутации Есть и набор частых Генетических вариантов Ну а вот например Самый титулованный чемпион Это вот я просто вчера набивал Ну вот это Майкл Фепп С плавания 23-кратный олимпийский чемпион Есть у него что-то Я не знаю его генетический статус Ну конечно наверняка что-то есть Вот И вопрос по поводу редких Или нечастых мутаций Значит Да Есть и то и другое Ну вот наверное картинка Которая больше походит на запрос мутации Если гуглить в гугле Да Что нам открывается Да Ну на самом деле это правда жизни И конечно редкие генетические варианты Которые ассоциируются С какими-то феноменальными признаками Они существуют И часто не возникает случайно Так когда-то лет сто назад Возникла спонтанная мутация В гене миостатина И бельгийцы получили Знаменитую породу Быков Бельгийские голубая порода Да Которая вот Имеет повышенную массу Повышенную мышечную массу Значит Вследствие чего это произошло Это мутация в гене миостатина Миостатин Который блокирует Рост скелетных мышц И если у нас Заблокировать синтез Этого белка Его еще часто называют гормоном Хотя это не совсем правильно Вот То получается Что у нас Мышечная масса Идет на хорошие То есть Вот обратного Механизма Обратной регуляции Он выключается Идет набор мышечной массы Миостатин был открыт Если не ошибаюсь В 97 году И сразу вот В пионерской работе Такой Были сделаны Мутантные мыши По МСТ-гену Которые вы видите Такой имеет Атлетический статус Это уже сделан человек Ну и вопрос на пятерку Кто знает Что это за порода собак Такая Написано неправильно Это не китайская ген-инженерная Это английская порода Сейчас вспомнить Уэти Вот у нее тоже Спонтанная мутация По гену миостатина Вы видите Что милая собачка Левретка Превратилась в такого монстра Но на самом деле Это спокойное животное То есть Ничего кроме мышечной массы Это не дает Такие мутации Случаются у людей И вот пример 2004 года Опубликованная работа Когда у немецкого мальчика Была выявлена мутация В гене миостатина Это вот ребенок Ему в данном случае 7 месяцев Только и видно Что у него мышечная масса То есть Это профильные мышцы Конечности Вот В пятилетнем возрасте Он мог уже Держать на выделенной руке 3,5 килограммовые гантели Вот Ну Хорошо это или плохо В общем очевидно Что это не очень хорошо Потому что Когда Вот такие Вещи Ну Происходят Безусловно Есть лимиты По каким-то другим Механизмам регуляции Значит И К таким случаям Конечно Следует относиться Как экзотики И наверное Уж такое Знание Таких Вариантов Оно не дает Большой плюс С точки зрения Построения Каких-то Вот Мероприятий По спортивной генетике Для отбора Например Потому что Это казуистическая редкость Это варианты Которые встречаются На 1, на 20 тысяч На 30 тысяч Случаев Да Ну вот А тем более Такие Как в данном случае С этим мальчиком Это доминантная мутация Вот Но есть И другие варианты Тоже редкие Вот Из таких Известных вариантов Это опять же Олимпийский чемпион Известный Семикратный Призер Олимпийских игр По лыжным гонкам Эра Монтюранта Финско-норвежский Гонщик Вот Феноменально Имел успехи Имел потрясающий уровень Аэробной Выносливости Вот Ну там Всегда Когда рассказывали про него Говорили про его сложное детство Что он в школу Бегал на лыжи За 20 километров И так далее Значит На самом деле Не все Только в этом заключалось У него Уже после того Как он закончил карьеру Выявили Наблюдали За его семьей Потому что Во время его Физической активности Всегда обращали внимание На высокий уровень Гемоглобина То есть Если в норме У здоровых мужчин Это около 16 Грамм на декалитр У него Вот видите Тут написано От 20 до 24 Значит То есть А что и давало Феноменальные Такие Способности К выносливости И уже Вот В 2003 году Сейчас Если не ошибаюсь Значит Был проведено И след В 1993 году С его семьей И выявили Что у него Собственно Есть мутация В гене Эритропоэтина Рецептор Эритропоэтина Что ему Славливает Вот такой Повышенный Гемоглобин И его Феноменальные Способности Если бы Сейчас он Пошел выступать То его бы Наверняка Сняли соревнования Потому что Заподозрили В употреблении Допинга В 60-е годы Когда он выступал Допинг тесты Не практиковались Вот Там тогда В то время Истероиды Себе использовали Кололи тоже Но тем не менее Вот такой вариант Ну хорошо это Или плохо Да кстати Видите Тут написано Что даже Его двоюродные Братья Тоже стали Чемпионами Но не такими Успешными На самом деле Плохо Потому что Эритроцитоз Который возникает При такой мутации Это плохой признак Это мутация Патогенная То есть У таких Пациентов У спортсменов У них высокий риск Инсультов Тромбозов Данные Эра Монтеранта Дожил до 76 лет Я не знаю Причины его смерти Тут было все хорошо Но в принципе Это Плохой вариант Которому радоваться Смысла нет Еще есть таких Вариантов Которые Вот тоже На слуху Можно погуглить Картинки открываются Известная история Вот с канадской Бегуней Это бронза 100 метров С барьерами В Олимпийских играх Пекине Вот И вот Ее Теперь же Новая знакомая Собственно Никто не подозревал Вернее Какие-то Подозрения были Всегда Когда смотришь На таких спортсменов С яркой выраженной Мускулатурой Значит Ну Как выяснилось Что вот Спортсменка Имеет мутации В гене ламинина Значит Вот Это Приводит К развитию Вот такого фенотипа Как Липодистрофия То есть Дистрофия Жировой ткани Вот Заболевание Нечастое И часто Собственно Его не диагностируют Потому что Оно развивается Потихоньку Характерно Тем Что Вот На мышцах Конечности На руках На ногах Значит Жира почти не видно Растут девочки Они жалуются Что Мама У меня Видны все вены Мышцы Очень скульптурные Рельефные Ну И получается Такой фенотип Бодибилдера Хотя Люди Ничего не принимают Выяснилось Совершенно случайно И вот Почему я привожу Пример Справа и слева Потому что Похожие мутации В том же самом гене Могут приводить К диаметрально Противоположным Вещам Липодистрофии С потери мышечной массы Липодистрофии С набором мышечной массы То есть Хорошего тут мало Конечно Но Такие случаи случаются Это пример Редких Наследственных мутаций Но Если говорить Про большинство Современных спортсменов Элитных спортсменов Профессиональных спортсменов Конечно Это люди Имеющие Нормальные генотипы Для тех Кто исследован Это известных Для них нет Но Больше Средствуем Мы Склоняемся К тому Что Какие-то Феноменальные Способности Скорее всего Они развиваются Благодаря накоплению Ряда Незначительных Полиморных Вариантов То есть Нуклеотидного Полиморфизма То есть Это множество Вариантов Которые дают Незначительные По одиночке Эффект Но в совокупности Они могут Рассматриваться Как нечто Дающее Весьма и весьма Большой Сильный вклад Ну вот Для того Чтобы просто Поразить воображение Я привел Да Вот это Бесконечный Нуклеотидный код У нас 3,5 миллиарда Нуклеотидов Представьте Что через каждые 100 тысяч Нуклеотидов Встречается Индивидуальная Вариация Какая-то Замена Одной буквы На другую Которые Нас отличают Друг от друга Обычно Я тут И говорим Что вот Мы все Отличаемся У нас у всех Один набор Тот же генов Но мы отличаемся На мелкие вариации Эти вариации Они отличают Все И нашу внешность И нашу предрасположенность Заболеванием И в том числе И спортивные характеристики Тоже Так вот Основной упор Сейчас делается На поиске Именно таких Частых вариантов Которые есть Почти у каждого И анализы Их совокупности И именно Вот такой анализ Он в перспективе Дает возможность И строить Какие-то программы По разработке Генетические диагностики По профилированию Оптимизации Тренировочного процесса Какие Интересные Генетические маркеры Можем привести здесь Если просто Вот сейчас Пойти И набить В Яндексе Или в Гугле Спортивный ген То первое Наверное Что откроется Это либо АЦЕ Либо актинин 3 Даже многие Уже знают На слух И да Вот АЦЕ Это ген Который кодирует Ангинтензин Конвертирующий фермент Такое Достаточно Сложное название Но кардиологи Его хорошо знают Потому что Это фермент Отвечающий За сосудистый тонус Очень часто Гипертонию Связывают С повышенной Активностью Вот этого фермента Это вазоконфликция Вазодилатация Сосуды сужения Расширения Вот Соответственно В гене Который кодирует Этот фермент Уже давно Давно С 80-х годов Прошлого века Известен Полиморфизм В данном случае Это не точный Полиморфизм Это небольшая Дилеция То есть У нас есть Сокращенные Фрагмент этого гена И Вариант этого гена И Чуть-чуть Отличающийся По размеру Большую сторону И Где-то В 98-м году Если не ошибаюсь Нет 2000 Да Монгомери Показал Что Помимо Тех Эффектов Которые Этот полиморфизм Дает на Сердечно-сосудистую Систему Он оказывается Ассоциирован С различными Аспектами Физической Деятельности И Например Короткая Версия Фермента Который Обозначает Д Она часто Выявляется У пациентов Не у пациентов У спортсменов Которые тренируют Силу и скорость И наоборот Вариант Который Называют ИИ Инсерция Чуть более длинный Вариант Это Такой ген Чаще встречается У спортсменов Которые тренируют Выносливость Из чего Были сделаны Выводы И даже Часто Такие варианты Называют Геном выносливости Либо геном силы В зависимости Того Какой конкретный Вариант Найден У спортсмена Информативен ли это маркер Он безусловно Информативен Но Сам по себе В одиночку Это дает Ну очень небольшую долю Это проценты Это копейки И проанализировав Только вот такой маркер Мы Ничего Про конкретного человека Сказать не можем Мы можем записать в табличку И суммировать этот эффект С другими Перспективе Если получится Пример номер два Это как раз Классический спортивный ген Который Не связан с Медицинскими характеристиками А именно известен Как Спортивный ген Это актинин третий Тоже был открыт Не так давно Он кодирует белок Который содержится В быстрых скелетных мышцах И Это задача этого белка Их немножко стабилизировать В процессе сокращения Значит Тоже был найден вариант Который Приводит К отсутствию Полному отсутствию Этого гена Вернее гена А Синтезу Короткого Нестабильного белка Который полностью отсутствует На самом деле Ничего критичного Не происходит Но Выступают Как компенсаторно Другие актинины Как написано здесь Для быстрой работы Это может быть не очень хорошо Спортсмены У которых выявляется Такой вариант Они преобладают В группах Которые работают На выносливость Скорее как компенсаторно Они будут больше Работать на выносливость Чем на быструю силовую Скоростную нагрузку Вариант Достаточно частый Но вот такой генотип ТТ Он встречается Где-то В 18% В популяции То есть Для таких Спортсменов Вот Доля таких Генотипов Она больше встречается У тех Кто работает На выносливость Чем наоборот Хотя бывает И исключение Потому что Конечно Все это Мультифакториальное И только По одному Этому гену Так безусловно Судить нельзя Третий пример Вот мы говорили Про Кардиореспираторную Выносливость Это Сосудистый тонус Мы говорили Сейчас про мышцы На что еще Может влиять Спортивные характеристики Да От каких факторов Зависит Разумеется Не только от этого Пожалуйста Например Это Эффект Тепловых Потерь Мы работаем Мышцы сокращаются При сокращении Мышц Выделяется Тепло Хорошо Терять тепло Или не хорошо Да Вот с точки зрения Спорта Не хорошо Это лишние растраты энергии Было выявлено Что да Вот в таком гене Который называется УЦП Это Анкуплит Протеин Да Есть Вариант Который влияет На активность Работы Этого гена Этот ген Влияет На качество Вот На параметры Потери тепла И Опять же Вариант Достаточно часто 18% Например Имеет Такой вариант Который дает Меньше тепловых Потерь Это значит Больше эффективность Метаболизма Легче тренируется Выносливость Но Если Вот Такой вариант Иметь И не тренироваться То будет И отрицательный эффект Будет Из-за повышенного Такого метаболизма Склонность К набору Лишнего веса Поэтому Забавно Что у спортсменов Вот если такой вариант Выявляется Он считается Хорошим И протективным Если он Выявляется Ну просто У обычного обывателя То Скорее Это риск К повышенному Развитию ожирения А не к спортивным успехам Значит И еще Коротко два примера Потому что Можно бесконечно Долго их перечислять Я потом назову Количество спортивных Маркеров Известных Значит Я просто их привожу Их нет смысла Записывать Для иллюстрации Насколько разнообразно И по каким Группам генов Может действовать Складываться Композиция Всеобщего успеха Пожалуйста Так Это резистенция С гипоксией Да Вот значение кислорода Переоценить сложно Особенно для спортсмена Есть и генетические факторы Которые показывают То что Есть более эффективные Возможность Работать в условиях Ограничения кислорода Менее эффективные Да Можно учитывать При тренировках Высокогорной местности И последний Пример из таких Тоже классический Спортивный ген Который сейчас Часто входит Вот в спортивные панели Которые применяют Для тестирования Ген АМПД1 Вот Называется он Амино 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 Которые Определяют Эффективность Энергетического Метаболизма То есть Энергосбережения Уровень А грубо говоря На уровень АТФ Влияет на уровень АТФ На уровень Главные энергетические Молекулы Тоже Есть варианты Которые делают Более эффективным Или менее эффективным Растрату Энергии И Около 1% Людей Которые имеют Гомозиготный Вот такой вариант Вот даже как на плакате Попали в 1% Это Может возникать Вот такая недостаточность Которая может выражаться В виде Мышечных судорог Меопатии То есть Боль в мышцах После физической нагрузки Многие знают Что после тренировки Мышцы начинают болеть Это комплексный Феномен Связан И с образованием Молочной кислоты Но и в том числе И с недостатком АМФ Значит И Вот у таких спортсменов У которых выявляются Вот такие варианты Это не значит Что они не могут Заниматься спортом Но просто такой вариант Можно учитывать При организации Программы Персональной тренировки Больше давать отдых Меньше давать Длительных нагрузок Вот Про такие варианты Можно говорить Бесконечно долго Поэтому я просто перевел Пять примеров Которые действуют Различные Генные пути Каскады И если мы говорим Серьезно О спортивной генетике О том Можем ли мы сейчас Как-то работать В этом направлении На практику Но мы должны понимать Что мы должны Учитывать всю вариабельность По всем возможным Метаболическим сетям Это и гены Безусловно Нервно-мышечные системы Да Это соединительные ткани Значит Мы не говорили Про это дело Значит Это не только Гены сердечно-сосудистой системы Но и пожалуйста Гены мотивации Средств устойчивости Мало иметь Хороший мышечный статус Надо иметь мотивацию И многие спортсмены Они становятся спортсменами Те кто пытается тренироваться Потому что просто Не хватает силы Где-то Где-то мотивации Где-то еще чего-то Значит Слетает Перегорают У кого-то Повышенные реакции На стресс Поэтому Это Комплексная задача Которую достаточно Сложно решать Может возникнуть вопрос После этого А стоит ли вообще Заниматься этим делом Безусловно стоит Ну и не только Наверное Для спортивной генетики Поскольку вот такие Варианты Они все актуальны Еще и для медицины И собственно Вот такие исследовательские Работы ведутся Они ведутся И в нашей лаборатории И в других лабораториях Которые занимаются Спортивной генетикой Вот Но вот информативность Вот отдельных таких Часто распространенных Вариантов Она к сожалению Не очень высока И если мы возьмем Какие-то вот отдельные Гены Про которые я говорил Из частых Из таких Из нередких мутаций Каждый из них Можно объяснить В совокупности Не больше 2-3% Фенотипа Поэтому если мы хотим Четко сказать Если у нас Например Предрасположенность Ну К развитию Например Как на этом В данном слайде Приведено Значит Выносливости Это минимум Комбинации 40 с лишним Маркеров Тогда это будет Какая-то информативность Как такие Маркеры Ищутся Собственно Как происходят Вот научные Разработки Направленные На поиск Таких генетических Вариантов Если мы Не имеем Явных Индивидуумов Которые Вот так Вот отличаются На уровне Вот тех Примеров Которые Приводил Вот как В моногенных Таких Вариантах У нас У нас Это задача Проведение Ассоциативного Исследования В сравнении Группы Спортсменов И не Спортсменов Ну Собственно Как в любой Ассоциативной Генетике Если мы Говорим Про медицинскую Генетику Мы сравниваем Генотипы Больных И здоровых Если мы Работаем Со спортивной Генетикой Мы сравним Генотипы Спортсменов И Лис Обычных Которые Спортом Не занимаются Какие здесь Проблемы Ну Во-первых Самая большая Проблема Это Такого Спортивного Фенотипа Вот если мы Говорим Про больных Людей Это Достаточно Это Более Простая Задача Ну Например Идет Изучение Какого-то Заболевания Оно имеет Четкие Характеристики Мы отобрали Группа больных Сравниваем С группой Контроля Которую Точно Не имеем Когда мы Говорим Про спорт Для того Чтобы мы Четко Могли Понять Связь Одного С другим Мы должны Работать Либо с Очень Элитным Спортсменом Который Уже Стал Чемпионом То есть Он Необычный Контроль Это тоже Весьма Вещь Условная Потому что Когда мы Говорим Контроль Вот мы Возьмем Из вас Никто Не занимается Спортом Но может быть Вы просто Не пробовали Заниматься Поэтому Это плохой Контроль То есть Надо быть Уверенным Что это Контроль Который Точно Не спортсмен Вот Это Ограничивает Силу Таких Исследований И Спортивный Фенотип Это надо Искать И вот Из таких Спортивных Фенотипов Что бы Делать Ну что Применяют Применяют Методы Антромометрического Анализа Которые Не просто Сравнивают Спортсменов Например Сравнивают Объемы Мышечных Групп Какие-то Физиологические Характеристики Какие-то Тесты Которые Делаются На Соответствующих Приборах Которые Регистрируют Физические Силы Особенности Отклика Например Оценивается Объем Потребляемого Кислорода Так называемый Параметр ВО2 Макс Максимальное Потребление Кислорода Можно оценивать Мышечную Композицию То есть Состав мышечных Волокон Набор Таких Фенотипов К сожалению Ограничен И Когда мы Работаем На больших Группах Людей Очень часто Маркеры Которые На одной Группе Они Не Воспроизводятся На другой Группе Потому что Это Генетические Маркеры Они Имеют Этническую Распространенность И вот Типичный Пример Была Сделана Работа В которой Мы Участвовали В 2014 Году По Полногеномному Исследованию Элитных Стайеров Найдены Были Кандидатные Варианты Но вот При последующей Проверке На других Популяционных Группе Только 4 Подтвердили Свою Значимость После проведения Метаанализа Поэтому Эта работа Всегда Сложная И Тут Как С добычей Радиа Или Урана Это Какое-то Обогащение Из миллиона Миллиона Кандидатных Вариантов Ну вот В ходе Нашей работы Мы Начали Делать акцент При анализе фенотипа Вот такого Для поиска Это такой фенотип Как композиция Мышечного волокна Структура мышечных волокон Почему Ну во-первых Это достаточно важный Признак Для реализации Спортивных качеств Ну наверное Даже Школьники Если не изучали То знают Что мышечные волокна Бывают быстрого И медленного Типа Это как-то на слуху И даже во многих Спортивных секциях Кто-то говорит Вот там надо Развивать волокна Такого типа Они есть быстрые Есть медленные Значит Вот На самом деле Развивать Конечно можно их пытаться Но состав Мышечных волокон Быстрых и медленных Он заложен на генетическом уровне И в течение жизни Не меняется Это уже точно известно Значит Ну вот В данной табличке Приведены основные характеристики Мышечных волокон Волокна первого типа Это такие волокна Хоть их называют медленными Они на самом деле Очень хорошие У них много Метахондрии Много миоглобина Хорошо они Снабжаются кислородом Волокна Которые могут работать долго И Такие волокна Преобладают У спортсменов Которые работают на выносливость Например у стайеров Те кто могут Долго-долго работать В аэробных условиях Значит Пример другой Это волокна второго типа Их бывает Разбивают еще на тоже На две группы 2А 2Б Это волокна Которые сокращаются быстро Они работают Преимущественно По аэробному механизму Дают взрывную резкую нагрузку Но Не способны работать долго Разумеется Понятно Что И те и другие волокна Они нужны Нам в жизни Потому что нам требуется Периодически И где-то прыгнуть И где-то побежать И выполнять работу На выносливость И в среднем Если брать Основные скелетные мышцы Соотношение таких волокон Оно приблизительно Одинаковое Вот например Если взять Четырехуглавую мышцу бедра В среднем Вот это показатели Сложитель будет 100% Ну разумеется Есть различия И у профессиональных спортсменов Которые Уже добились успеха Если проводить такое исследование Делать биопсию И смотреть состав волокон То мы увидим Что у спринтеров Конечно будет преобладать Волокна быстрого типа У стайеров наоборот И это является Хорошим предиктором Физического Спортивного потенциала Вот Вопрос Другой А как это определить? Ну к сожалению Чтобы понять соотношение волокон Никаких достоверных тестов Вот таких Чтобы померить Там линейка И еще чего-то Или попрыгать Подвигаться Нет Есть конечно Но пока их точность Не очень хороша И единственный способ Это делать биопсию мышцы То есть проткнуть мышцу иголкой Извлечь Какое-то количество мышечных волокон Их посчитать под микроскопом Значит Это процедура травмоопасная То есть Ну такая Она не то что травмоопасная Она инвазивная Она неприятная Она выполняется При необходимости Делать спортсменам Никто ее не любит Значит И с другой стороны Мы знаем Что этот параметр Он детерминирован генетически И в самом деле В течение жизни Соотношение волокон Не меняется Если мы знаем Какие гены За это отвечают То наверное Можно разработать И неинвазивный тест Который может быть Просто по генетике Посмотреть И сказать У вас с большой вероятностью Будет преобладание Таких-то волокон А не других Значит Вот такая задача Она давно уже стояла Перед многими Вот с точки зрения Практической Такой Спортивной генетики Ну и безусловно Это важно С точки зрения Мышной физиологии Вот собственно При помощи Гранта Который мы получили В российском научном фонде Мы подавали его Два года назад Потом переделали Дополнили Значит Мы его выиграли Вот в прошлом году Мы Вот сейчас В данный момент Реализуем Вот такой проект Который называется Поиск Вклада Генетических факторов В композицию Мышных волокон Проект Большой Интересный И мы Когда планировали Такой проект Мы долго думали Мы посчитали Что мы сможем Уговорить И найти 150 человек У которых возьмем Мышечную биопсию Значит Ну написать-то было легко А сделать было Конечно гораздо сложнее Вот Тем не менее РНФ поверил в нас Поддержал этот грант И вот мы Обязались Набрать себе Для групп сравнения 50 человек Которые занимаются Выносливостью 50 на скорость 50 контроля Любители безвыражных Качеств Значит И пригласили Для участия в исследовании Что из себя Наше исследование представляет Ну вот Самый основной Первый этап Который мы проходили Прошлым и в этом году Это как раз Подбор группы добровольцев Мы не могли Их благодарить Никак материально Поэтому тут была Чисто мотивационная работа Мы сделали Группу в фейсбуке Она и сейчас действует По нашему Испорт генетики Мы повесили объявление И мы приглашали Любых энтузиастов Поучаствовать в таком проекте В обещании Что мы сделаем Анализ Их мышечных волокон Расскажем об их соотношении А также сделаем Генетический тест Ну для того чтобы понять Какие волокна От чего зависят Надо Искать не уже неизвестный маркер А делать Скрининг По всему геному Поэтому каждому Участнику такого исследования Помимо биопсии Делался генетический тест На ДНК чипах Где анализировалось 800 тысяч Случайных генетических маркеров За которые мы надеем Зацепиться Чтобы выйти на Вот такой мышечный фенотип Ну вот как ни странно Мы сами себе не верили Но нам удалось За прошлый За этот год Набрать таких добровольцев При помощи наших коллег Из института медико-биологических проблем Были бы проведены Такие процедуры Ну вот видите Вот такая страшная игла На самом деле Как она нарисована Так она и выглядит Это где-то Как размером с карандаш Вот на раз Так с палец Да Толщиной Вот при помощи Делается надрез На ноге На коже На ноге Делается обезболивание Вводится эта игла Гильотинка Встроенная в иглу Отщипывает кусочек волокна Значит После этого В принципе Заклеивается пластырем И спортсмен может уйти Но процедура такая Все равно не очень приятная Значит Вот Тем не менее Большое спасибо Нашим участникам Это были и профессионалы Например Саша Гончарова Это велоспорт Международная чемпионка Значит Многократная Вот И такие исследования Были проведены Значит И вот Уже В правой части Нижнего слайда Вот В нижней части слайда Как раз Картинка биопсии После прокрашивания Волокон На При помощи Антител Ну вот Можно развернуть На следующем слайде Это выглядит крупнее Слева мы видим Препарат Один Справа другой Слева Препарат курильщика Справа профессионального Спортсмена Шутка Слева как раз Образец мой Конечно Как руководитель проекта Я первый пошел добровольцем Чтобы показать Что это Переносимая процедура Мне проткнули эту ногу Значит И первая Картинка Которую дали Это была моя Значит Из чего я увидел Что оказывается Я марафонец Причем Такой наверное Ну вот Никто же меня не заставлял бегать 83% волокон Медленного типа Которые Хотя В принципе У меня всегда хорошо получалась Работная выносливость Это Бегать я не бегаю Но В принципе Хожу много Вот это хорошо Ну вот Знал бы раньше Может быть И занимался бы В этом виде спорта Значит А вот справа Образец Это Мышный биоптат Профессионального штангиста И мы видим Что вот здесь Ну наверное Отбор сработал когда-то Может быть Он и не пошел бы Работать в тяжелую атлетику Если бы у него было бы Другое соотношение Мы видим Что 73% Приблизительно Да Это волокон Быстрого типа На взрывную нагрузку А медленных Гораздо меньше Как смотреть на эти картинки Это как пазлы У нас Это два независимых среза Сделаны серийно На одном прокрашены волокна Одного типа На другом другого Если их сложить вместе Мы видим Что те области Которые не прокрашены На правом слайде Они прокрашены На левом Да Вот как пазлы Если сложить все Одно в другое Мы как раз получим Сходную картинку Ну и помимо этого Мы можем посчитать Площадь поперечного Сечения волокна Площадь поперечного Сечения волокна Это степень гипертрофии То есть степень Как эта мышца Накачана Грубо говоря Если говорить Обычным языком У нас Количество волокон Мышечных В течение жизни Не меняется Не просто У нас Соотношение Одно и то же Значит Поэтому волокна Они могут Единственное что с ними Можно сделать Они могут увеличиваться В размере Значит И вот видно Что у профессиональных спортсменов Площадь поперечного Сечения Она тоже гораздо больше То есть эти волокна Они толще За счет чего И удается Собственно достигать Вот таких Характеристик Вот на сегодняшний день У нас этот проект Идет на стадии Обсчета Мы получили биопсии Со всех 150 человек Которые к нас Откликнулись Набор в группу Закончен И чтобы как-то Мотивировать участников Мы разумеется Давали им Интерпретацию Личную на руки Вот у нас И действующие Российские чемпионы По велотреку Андрей Кузьменко Значит Ну вот И на сегодняшний день Это большая работа По поиску Собственно Вот генетический Детерминант Которые Позволят Как мы считаем Перспективе Обойтись без такой Инвазивной процедуры Как биопсия Для того чтобы Подсоединиться Соотношение мышечных волокон Что достигнет Уже сейчас Ну на самом деле Мы и до начала проекта Информативность Генетического теста Для определения Композиции мышечного волокна Она была на уровне Уже где-то Наверное 70-75% По точности Вот Надеемся Что с дополнением Новыми данными Которые мы получим В ходе этого проекта Это будет еще информативнее Уже на первых этапах Этого проекта Мы подтвердили Находки Которые были сделаны Раньше Например По нашим предыдущим Публикациям По гену АГТР-2 Ну а самая интересная Находка этого года Она вот пока еще не публикована Это новый маркер Новый маркер Который по уровню значимости Наверное Такой же будет Как ген Актин-3 Значит Работа сделанная Безусловно При старте Нашего проекта Но и тут были подключены Группы других спортсменов Других выборок Такая многонациональная Выборка получилась Всего это 459 спортсменов И больше чем 1700 человек контроля Я Работа такие по генетике Сложно показывать Я не знаю Что здесь иллюстрировать Это множество таблиц Это вот 30 приложений В экселевских вкладках Да С разными уровнями значимости Поэтому тут скорее Просто этапы работы Чтобы мы сравнивали Одни группы Валидировали на других Валидировали на третьих И мы использовали Совершенно различные Фенотипы для оценки Помимо соотношения Мышечных волокон Это оценивалось Потребление Максимальное потребление Кислорода И мы вышли Вот что На новый маркер Который находится В гене НСС2 Который связан С выносливостью И показали это На пяти Различных этнических группах И показали это На трех Фенотипах Это Аэробная нагрузка Максимальное потребление Кислорода Потребление кислорода В динамике И самое главное На плотность Капилляров Мышечной ткани Вот это Очень необычный результат Спасибо У меня уже тоже Смоё Вот Сейчас эта работа Готовится к публикации Значит И мы рады Что это не просто Какой-то Ноунейм маркер А мы потенциально Показали Как он работает Вот при помощи Вот такой группы И с проверкой Это около 600 человек Которые нам Предоставлены были Данные из Швеции По биопсиям Которые были взяты Еще раньше В 80-х годах То есть специально Коллеги согласились И протипировали По вот этому Полиморфизму Это группа добавочные Что говорить о перспективе Ну вот Мы говорили про разные Маркеры Моногенные Которые редкие Маркеры Которые частые Куда стремиться Для того Чтобы делать Генетические тесты Максимально точными И вообще Насколько может точными Здесь быть Наверное Надо стремиться К вот таким вещам Которые были показаны На уровне Определения структуры Лица Это известная работа Которая была опубликована В прошлом году Когда на уровне Полногеномного сканирования Всех генов Удалось Вот слева Это Настоящее лицо А справа Предсказанное О уровне генетики Вы видите Что генетика По некоторым признакам Позволяет Вот выйти на такой Уровень достоверности К сожалению По другим признакам Это не так точно И вот если брать Классические Морфункциональные признаки Там цвет глаз Структура лица Возраст Индекс массы тела Вы видите Что точность Генетических метров Пока конечно далека Три с лишним тысячи Маркеров Они могут объяснить Всего лишь 25 процентов Вариабельности Длины тела То есть конечно Средовые факторы Тоже играют Очень большую роль Но это не значит Что генетика Не играет никакой роли Поэтому исследовать Генетические факторы Нужно Но пока Их информативность Она остается Не такой высокой Как это хотелось бы В случае Например Как технологии Других По другим По другим признакам Опять же Вот так Сравнить Такие две диаграммки Вот если взять Все известные Спортивные маркеры И пытаться разделить Например Стайеров И контрольную группу Мы видим Что эти две диаграммы Два пика Они разделяются Но не очень сильно А идеально Это было бы Вот так И если Существующие На сегодняшний день Маркеры Они покрывают Проблизительно Вот такую часть То в идеале Это должно быть Быть столько То есть где-то Еще приблизительно Порядок больше Значит Значит это ли Что эти маркеры Не имеют никакого смысла При применении В практике Для того Чтобы предсказать С нуля Не глядя Просто по образцу Слюны Будет этот человек Чемпионом Или да Нет Да или нет Безусловно нет Они не информативны Но они конечно Информативны Для тех лиц Которые уже Занимаются спортом Потому что Все маркеры Известны на сегодняшний день Это маркеры Которые имеют Конкретный Характеризованный Функционал И знают информацию Мы можем применять Эту информацию Для оптимизации Тренировочного процесса Для корректировки Лекарственной терапии И прочих 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 Вещей Наверное Можно суммарно Это выразить В виде такого слайда Спортивная генетика Ее практическое применение Для профессиональных спортсменов И для начинающих спортсменов Для начинающих спортсменов Это профотбор Вопрос спорный С точки зрения Этики Можно ли говорить Пришедшему молодому спортсмену Что ты не годишь сюда А годишь сюда Ну так конечно Говорить нельзя И неправильно Но в любом случае Спортсмены проходят Профессиональный отбор Даже если это не по генетике Им что-то рекомендуют Но зная какие-то Генетические факторы Мы можем предупредить О развитии Неблагоприятных реакций Например Ну вот Все те же примеры Про которые я говорил О МПД У него там Мышечные боли После тренировок А мы там Без конца гоняем Конечно Да это информативно есть И информативность есть И такие тесты Сейчас создаются И апробируются И апробируются В том числе В нашей стране Наряду с Олимпийским комитетом Мозгком спорта И аккуратно Аккуратно Такие тесты Потихоньку идут в практику В заключение этой лекции Ну я не буду зачитывать Тут видно мне Само плохо Все написано Достаточно понятно Хорошо Но можно резюмировать так Что да Безусловно Генетические факторы Они играют Вполне определенную роль И Самый главный Тут последний Мне кажется Вывод Что Несмотря на то Что они играют Большую роль Без правильного Тренировочного процесса Даже имея идеальный Геном И идеальный набор Правильных спортивных генов Вы не станете чемпионом То есть никто Тренировок не отменял И наверное Много олимпийских чемпионов Не знают о том Что они могли бы быть Олимпийскими чемпионами Просто потому что Они никогда не занимались Но не было у них возможности Не тренировались К сожалению Тоже так Спасибо за внимание Вот Наша инициативная группа Наша лаборатория На самом деле Нас больше И если у кого-то Есть какие-то вопросы Их можно задать сейчас А также посмотреть Есть контакты На сайте нашего института Написать Обратиться Значит Мы Работаем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова